Аптос 5 лет успеха в Уфе Сегодня Аптос в Уфе это один из лидеров в стране по числу проведенных процедур омоложения. Более 10 тысяч довольных пациентов. Аптос это самый передовой технологичный и безопасный метод омоложения. Сегодня в Уфе в 40 высококлассных и современных клиниках работают 60 сертифицированных врачей-косметологов, используя нитевые методы Аптос. Аптос, будьте красивы! Это был прекрасный фонтус. Это были замечательные девушки. Я думаю, у нас есть очень хорошее будущее. Это было неожиданно. Все девочки очень достойные. Спасибо всем за поддержку. Скажи, ты стала победительницей, обойдя конкуренток из 23 стран. Вообще были какие-то достойные соперницы? Были. Какие страны представляли девушки? Как удалось всех обойти? Были ли какие-то, знаешь, пишут и говорят какие-то подколы на конкурсах? Какие-то там стекла в туфли, порванные платья? На самом деле я думала, что будут. Но мы с девчонками сдружились. Готовилась. Готовилась, да. Но удивилась, когда мы все сдружились. То есть, и у нас был переводчик. То есть, общались. Даже никто так не думал, наверное, на конкурсе. Просто вот себе отдыхали, общались и все. Сейчас поддерживаете отношения? Да, поддерживаем. И приглашают гости. И Казахстан, и Прага, в общем. Скажи, что было самым трудным на конкурсе? Самым трудным на конкурсе? Ну, у меня оказалось самым трудным представить костюм, потому что я... Тациональный? Тациональный, потому что я все-таки ехала от Украины. Как ты представляла костюм? Пошла у кого-то, попросила? Мне пришлось вместо... Или срочно перешивала украинский костюм в Узбеке? Мне срочно не перешивала. У меня было с собой платье, которое можно было одеть, в принципе. Оно подошло. Но рассчитывали вообще на другое. И то есть вместо, естественно, украинского веночка я одела бусы, которые, да, купила в первом попавшемся в бутике. То есть и нормально. Ну, так, молодцы. Победила в конкурсе. Победила в конкурсе. По поводу дальнейших проектов, какие сейчас есть предложения. Вот можешь сказать, что в один день проснулась и стала такой знаменитой, ну, хотя бы в модельном, да, в мире. Или нет? Или все-таки конкурсы не дают этого? Нет, в принципе, не дают этого. И им надо более спокойнее относиться. Так, чисто для... Это как школа выживания просто. Вот для себя пойти и поучаствовать. Ты бы порекомендовала мамам девочек, нашим телезрительницам, не бояться этих конкурсов? Потому что все равно у многих мнение, ну, до сих пор не сломалось, да, что конкурсы через постель и так далее, и так далее. Это так? Ну, вы знаете, если есть у девушки какие-то принципы, то это все можно обойти. У тебя есть какие-то принципы? Ну, какие-то есть у всех. Давай говорить, какие принципы? То есть я категорически против там любых проектов, которые идут через постель. Хотя, да, я слышала, что многие, ну, там, в шоу-бизнесе и вот эта вот вся модельная работа, все уверены, что только... Предлагали? Предлагали не раз, и из-за этого я разрывала с ними отношения. Ну, ты знаешь, говорят, что в фэршн-индустрии огромное количество геев, что не осталось кому-то чего-то предлагать моделям, да, не осталось тех, то есть фотографы – геи, модельеры – геи. Кто делает предложения? Спонсоры, продюсеры? Ну, звонят с предложением через агентство. Вот, какие-то вот... Не, ну, когда работаешь с людьми, в принципе, то есть нарабатывается уже те же продакшены, они звонят и предлагают какие-то проекты. И ты говоришь, нет, мой дядя самых честных правил, да? Нет, ну, оговорится проект, в принципе, все. Если им интересно снять там в рекламе, то мы снимаем. Если начинаются какие-то вот, как я говорю, муткие вещи, то оно того не стоит. Профессия модели определяется несколькими характеристиками. Внешность, способность красиво позировать и, конечно, умение выглядеть и иметь хорошие параметры фигуры. Рост Вики – 170 сантиметров, грудь – 82, талия – 60, бедра – 90, волосы темные, глаза – серо-голубые. А еще многое зависит от того, какие знакомства ты заведешь, в нужное ли агентство зайдешь. Все решения будут зависеть только от тебя, говорит Виктория. Виктория, ты одно время работала юристом. С чем достаточно успешно? Сейчас занимаешься только модельной карьерой, да, юридическую практику забросила, правильно понимаю? Мечты какие? Вот каждая девушка, неважно, чем она занимается, она о чем-то мечтает. Вот ты о чем мечтаешь? Ну, наверное, у каждой девушки одна мечта – встретить достойного. Принца? Мужа. И чем не заниматься? Ну, не принца. Нет, мужа и заниматься своим любимым делом. Что для тебя любимое дело? Ну, я вообще хочу свой бизнес, но... Какой? Какой именно, я еще думаю, потому что сейчас очень много всего. Вот. Хорошая мечта, хочу свой бизнес, но не знаю, какой пока, но свой. Нет, я просто сейчас присматриваюсь, чем можно заниматься. В принципе, планирую быть бизнес-леди. Скажи, по поводу мужчины, все-таки, ну, я не могу сказать, что возраст, потому что Киев – это уже такая Европа, знаешь, а в Европе все там, кому за 30 начинают искать себе вторую половину, тем не менее, еще один стереотип, когда женщина там в 25 должна быть, ну, как минимум, если не замужем, то в гражданском браке. У тебя были какие-то отношения все-таки, ну, тут все 9 лет? Были, конечно, и я чуть не вышла замуж. Почему не вышла? Не вышла, потому что... Ну, то есть, очень сильно поссорились, да, то есть, человек переехал в Германию и дрался за Германию, то есть, он был боксером. Вот. Ты же выступаешь за Узбекистан, чем не драться-то за Германию. Ну, то есть, он переехал, стал уже немцем, ну, и, во-вторых, я не смогла жить. Там для меня трудно. То есть, он хотел тебя увезти, ты была прочей? Да, я уже практически переехала, я там уже начала жить, и все. Расстались. То есть, ты сейчас в таком открытом поиске. То есть, сердце свободно? Да, свободно. У Вики нет мужа, и она не связана никакими отношениями. Пока девушка только принимает ухаживание и присматривается. По словам Виктории, тот мужчина, с которым она согласится провести всю жизнь, должен ее завоевать. И хотела бы посоветовать претендентам быть смелее. Девушка ждет инициативы, а ауру заносчивости Виктория создает специально, чтобы быть, по ее мнению, более привлекательной. Вике очень трудно влюбиться, поэтому олигархи, несмотря на свои деньги и власть, остаются просто знакомыми. Скажи, ты планируешь принимать участие в дальнейшем в каких-то конкурсах крупных, а-ля там Мисс Мира или что-то еще? Вообще об этом не думала, но нет, не планирую. Почему? Ну, я думаю, хватило мне этого конкурса. Что значит хватило, Вика? Ну, у меня не было цели участвовать в конкурсе, победить. Да, я пошла ради спортивного интереса. Нет, не планирую. Мне, в принципе, интересуют коммерческие проекты. Победительница более крупного конкурса а-ля Мисс Вселенная, она, кроме различных титулов, подарков, получает еще на год такую обязанность заниматься благотворительностью. Вот конкурс Мисс Евразия делает какую-то подобную социальную нагрузку победительница или нет? Вы знаете, я планировала тоже заниматься благотворительностью, но нет. Почему? Таких обязанностей у меня не входит. От сердца? Да. Почему-то. Скажи, какими ценными призами ты была награждена, что выиграла? Были всякие ювелирные украшения, вот. Но у меня главный приз был контракт. на 50 тысяч долларов, которые я должна работать в течение года. Контракт когда заканчивается? Ну, вот он на год до июня. У тебя есть контракт Мисс Евразия. Тебе разрешает он параллельно заключать какие-то контракты или нет? Или у тебя все жестко, нельзя? Конечно. Можно. Да. Продолжение программы смотрите после короткой рекламы. Что должен сделать мужчина, чтобы вас завоевать? Мужчина должен быть прежде всего мужчиной, заботливым, внимательным, баловать иногда. Что значит баловать? Эксклюзивный партнер программы «Светская хроника» Сергея Машко юбилейный салон «Милорд». Вечные ценности Семья, Любовь, Верность Что может быть дороже и прекрасней в этой жизни, а все остальное приятно? Редактор субтитров – Редактор субтитров – Корректор А.Кулакова Любите друг друга и дорожите каждым моментом. «Милорд» в каждом счастливом мгновении. Субтитры создавал DimaTorzok